Ой, ребят, ой, ребят, всем привет! У нас такая новость к вам. А ну-ка, Боря, повернись-ка ко мне. А ну-ка, поделись новостью. Ты на каком сайте сидишь? Ну, поговори со мной, чтобы твою лысину не снимать. Ладно, я люблю твою лысину, да не всем-то. Она по вкусу придется. Ты вот на сайте. Давай я покажу сначала сайт. Семь. Так, у нас сайт есть. Ссемь. Кто знает, это авиаперелеты. Объясни, что происходит. Давай-давай-давай. Я покупаю билеты и улетаю в Сочи. Муж покупает билеты, бросает нас с детьми, короче, улетает в Сочи. Не, я с женой. А, с женой улетаешь? Конечно. Ты с женой улетаешь? И с одним из детей. И с одним из Максимом? Да, с Максимом. Перелеты мы бесплатно. В общем, ребята, у нас новость. Давай, две минутки уделим. Прямо специально отдельным видео это снимаю, чтобы эту новость не пропустили. Чтобы нигде не затерялось среди жизни за кадром. Прямо выделяю эту новость. Мы решили с Таней махнуть в Сочи. В кое-то веки. Ребята, я можно издалека начну. Мы в браке 16 лет. Дети у нас 13 лет. 16 было в этом году. Это годовщина. Дети у нас уже 13 лет, почти 14. Мы 2 года прожили сами. Потом забеременели, родили Аню. Ей уже почти 14. Это почти 14 лет. Мы ни разу, никуда, даже на один день, я имею в виду с ночевкой, не выезжали вдвоем. Мы выезжали, мы нанимаем няню, например, она садится с ними дома. Мы едем в Иркутск, например. Или да, у нас были случаи, когда мы в кинотеатр гонялись, няня сидела с детьми. Но это все, знаете, больше суток, больше 12 часов даже. Мы вместе без детей не были. За все 13 лет. Ни разу. Было такое, что Боря куда-то сам уезжал на пару суток, там свадьбу везти. Таня уезжала. Или я уезжала. Но вдвоем мы свидание не проводили. Целых 13 лет, почти 14. И у нас на подходе рождение шестого ребенка. И я понимаю. Давай я тебя поснимаю. Ну давай, немножко ты меня поснимай. Немножко смена ракурс. А то Боря говорит, я уже сидишь на меня направлю. Давай я на тебя немножко направлю. Мы рождаем шестого ребенка. И я понимаю, что сейчас нам без детей. Мы как-то сидели с Борей на днях. И я говорю, Боря, мы с тобой ни разу никуда не выезжаем. Хочу в Зандибар. Нет, я не в Зандибар, а в Таиланд. Говорю, может мы не можем всей семьей себе позволить финансово. Давай просто куда-то поедем, отдохнем вдвоем. Например, в Таиланд возьмем путевку. Начали пробивать. Здесь у нас есть женщина от турагентства. В общем, занимается всеми этими путевками. Она говорит, Таиланд закрыт сейчас. Это с чего началось вообще? Я говорю, Боря, ты знаешь, мы такое чувство, будто растворились в детях. Нас не существует как двоих, как личностей, как пары. Быть засосал. У кого много детей, даже не много детей. У кого два, один ребенок. И ни на кого оставить. Нет родителей, друзей, кто бы взял на себя детей, например. Тут понимаешь, о чем я говорю. Ты, когда очень долго растишь детей, и ты никуда не выезжаешь, ты как будто растворяешься. Ты становишься общей массой такой, знаете, семья называется. Это хорошо. Потому что, когда каждый сам по себе в семье живет, это плохо. Но когда родители не имеют возможности куда-то вместе выехать и вообще побыть вдвоем и съездить на свидание элементарно, там с ночевкой, романтик какой-то устроить, это тоже очень плохо. Большинство, кто живет в городе, там проще. Там нанял няню на сутки, на двое. Или, например, есть там садики специальные, где берут ребенка на сутки, на двое. Я не знаю, как они там называются. Ты давай, а то у меня сейчас билеты закончатся. Да подожди ты. Ты же нужно объяснить, потому что посыпется много вопросов сразу. А на вопросы в личку отвечать очень сложно лично. Проще в видео сделать, объяснить подробно, почему, так, что. И тогда уже вопросы все сразу сами отпадут. В инстаграме засыпят вопросами. Придется все равно отвечать на них. Ну, я имею в виду, там не придется строчить, а тут я расскажу. Короче, у нас такой возможности нет. Мы живем в селе. Здесь на теняню очень сложно. Очень редко получается, поэтому мы редко куда-то ездим. Вообще, в принципе, в двоем сборе. То он ездит, то мы с детьми едем. Ну, короче, это очень накладно. Получается, но проблемка с этим. Вот. В городе мы не живем. И получается нам рожать через месяц, через полтора, да? Через два месяца рожать. В январе. Вот начало до середины января. 38-40 недель у нас будет. И я говорю, Борь, вот сейчас мы родим. И как снова застрянем в памперсах. И грудничка мы точно никого не оставим. Боре уже три года маленьком. Говорю, давай попробуем разбросать детей по друзьям в Иркутске. Хотели сначала сюда няню нанять, которая бы прожила, ну, из кого-то знакомого. Прожила у нас в доме. Мы не нашли. Это нереально. Мы летим на 10 дней. В Сочи. Сейчас про Сочи немножко позже расскажу. Я говорю, а давай попробуем. У нас есть, друзья, в Иркутске. Там у одного, там у двоих. А вдруг получится. Если получится, летим. Предложили нам Занзибар. Таиланд закрытый. Не обросает, потому что тема. Тык-тык-тык. Короче, давайте я вернусь немножко. Занзибар, Африку. Я говорю, вау, Африка. Мы как посмотрели. Такой остров. Путевка 120 тысяч на двоих с проживанием, перелетом и одноразовым питанием и страховкой. Я говорю, слушай, потянем. Но когда мы начали считать, загранпаспорта срочно нужно делать. Это тридцатка, потому что мы тогда не успеваем, там, чартерный рейс в конце этого месяца. Мы не успеваем 25 числа. А там только 23 дня делается загранпаспорта, а вдруг притык, а еще нужно билеты купить. Ой, короче, не успеваем. Если лететь в декабре, путевки, она говорит, в декабре тоже могут быть путевки, уже у меня срок большой. Уже не рекомендуют ни врачи, ни друзья. Говорят, Таня, куда ты полетишь? У тебя уже там будет 34, 35, 36 недель. Говорят, ну и что это? А вдруг там родишь? Плюс в связи с этим карантином, самоизоляцией, а вдруг там границу закроют и мы задержимся, а тут дети сами получаются дольше, чем на 10 дней. А вдруг мы прилетим, говорю, после карантина и нас заставят в Новосибирске, потому что отчартера, оттуда жить там еще две недели и вот этот карантин пройти. Все непредсказуемо. И как я перенесу перелет, как я перенесу смену климата. Короче, решили мы отказаться от этой идеи, а еще туда нужно там за визы заплатить, там еще питаться. Короче, мы посчитали, где-то 180 тысяч, да, нам надо было? В притык это очень так, скромно. Да, 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 очень скромно. Нет у нас таких сейчас денег. Ну, нету и все. В кредиты мы влазить ради этого не хотим, в долг брать не хотим. В общем, откинули. И я так подруге поделилась, она говорит, ребята, чего вы не хотите по месту где-то попробовать? Мы с мужем вот так ездили тоже, говорит. Нормально, шикарно, можно найти. Начали искать в Иркутске, ничего толкового не нашли. Начали искать в Новосибирске, ничего толкового не нашли. Куда? В Байкальске искали. В Байкальске думали поехать. Ну, нету. А нам хочется, чтобы какой-то бассейн был, чтобы было куда-то сходить, чтобы было тепло. И я говорю, давай в Сочи. Нашли комплекс Аквало. Кому интересно, гляньте на сайте. Я перерыла все. В Сочи, в Геленджик, ну, все перерыла. Анапу, все. Самые адекватные цены. Там, ну, через разные сайты. Как же мы теперь туда приедем, если там все перерыто? Вот, видишь как. Короче, нашла цену, где у нас номер. Сейчас будем его бронировать буквально на днях. Номер на двоих, на 10 дней. С трехразовым питанием. Плюс еще промежуточное питание. Это имеется в виду какие-то напитки на протяжении дня. Мороженое, пироженое. Ну, такое еще что-то можно брать. Там есть пункты специальные, где подходишь. Просто берешь, там, такое все. С трехразовым питанием, значит, номер не стандарт, не самый дешевый, а чуть по это. Нам к многодетным скидочку сделали 15%. Комфорт, да, он там получше. Все это нам обходится в 39 тысяч на двоих. Плюс 70 тысяч перерезает. Плюс, подожди, подожди, сколько? 40, ты что? А, 40, да-да-да-да-да, 40. 39 тысяч проживаний на двоих. Мало того, туда включено бесплатный боулинг, бильярд. Вот в этот, в пакет этот. Бесплатное посещение спортивного зала, тренажерного. Бесплатное посещение аквапарка, насколько мне сказали. То есть, там чуть я запуталась на разных, разные это говорят чуть по-разному. Либо к крытому бассейну, либо полностью к аквапарку. Это я еще буду уточнять. Короче, вообще, просто, отель этот стоит комплекс, такой, большущий аквапарк, там еще плюс отдельно. Крытый, закрытый. Ну, понятно, зимой только закрытый работает. Плюс еще это все стоит на берегу, пляж у них свой шикарный, пляж, шинзолонами, все. Понятно, что там тепло, можно прогуливаться по пляжу, ну, то есть, возле моря. В общем, экскурсии они там разные устраивают, но это уже все платно. И мы такие, слушай, а мы это в соточку вписываемся. А мы как раз пошкребли по своим сусекам. Где-то мы там на отдых откладывали, где-то еще на что-то откладывали. На поездки там в Новосибирск из-за карантина мы туда не ездим. Раз, там тридцаточку выделили, там двадцать выделили тысяч, где-то понашкребли. И как раз мы идеально впритык вписываемся. У нас получается 80 тысяч на перелет, 40 тысяч перелет, сейчас Боря будет оформлять прям билеты. И 40 тысяч проживания получается, ну, округливаем. 80 и двадцатка у нас еще сверху получается где-то на какую-то экскурсию сходить. Кормить нас там все равно будут. Да. Ну, где-то там хот-дог поесть, не знаю, где-то по пути, может, пойдем все по ночному этому прогуляемся. А, еще в доступ, мы смеемся с Борей, вообще не знаю, как это будет. Покажемся в доступ, в путевку в эту, входит бесплатное посещение ночного клуба. Я говорю, Боря, я ни разу в жизни не была в ночном клубе. Ты был в ночных клубах же? Нет? В городе где-то был в ночном клубе? Был пару раз. Где-то это диджей, где вот это все. Был пару раз, но так, чтобы, да. Я не была. Я не знаю, я звонила, уточняла. Ну, я в Корсуне был, но это ж Корсуне. Ну, это ж Корсуне. Это маленький районный центр. Да, такой. А я говорю, а что там в ночном клубе происходит? Она говорит, ну что там, караоке, получается, можно попеть. Покупаешь ты себе. Ну, понятно, мы не пьем, выпивка нам не нужна. Может быть, безалкогольное пиво. Там Боря себе возьмет, например, или коктейль какой-то. В общем, все покажем. И дискотека, говорит. Все. Ну, что там, говорит, диджей, играй, дискотека. Ну, говорит, больше ничего нет. Это так, прийти, там, столики такие. Посмотрим. И еще включено там, кто с детками ездит, доступ в какую-то детскую зону игровую бесплатно. Ну, нам не надо, мы без детей летим. И что-то еще хотела такое важное сказать только что. А, и у них каждый день развлекательно-культурная какая-то программа в аквапарке или вне аквапарка, куда ты тоже имеешь бесплатную конкурс. Мы еще на яхте хотим покататься. Там еще что-то, но яхта, она сказала, уже не сезон. У них именно. Говорит, я не знаю, вы, конечно, спросите там, ну, где эти экскурсии. От них, если на яхте кататься, 500 рублей в час. А там в другом месте я нашла 1400 рублей в час. Ну, короче, будем смотреть. В общем, мы решили устроить себе романтик за 13 лет. Договорились уже, кто посидит с нашими детьми 10 дней. В Иркутск мы их подвозим, под друзьями. Мы уже ближе туда уже сообщим, где что, когда и так далее. Порадуйтесь за нас, потому что я за нас безмерно рада. Кто давно не ездил куда-то отдыхать, поймет, о чем я. Когда ты просто воешь уже. Ты вроде детей любишь. Конечно же, ты рожаешь их, ты с ними, все. Ну, и надо так хочется побыть просто вдвоем. Просто ощутить себя личностью какой-то, да. Которой никто не приходит и не говорит, мама, что мы будем кушать? Папа, когда там это, почини мне то. Ну, а спасибо огромное всем друзьям, кто будет смотреть это видео, кто согласился взять наших детей на себя. Побудьте вместо нас вот этими вот родителями, которых будут дергать. Спасибо вам, что у нас от этого освобождение. Сразу скажу, что у всех, где остаются наши дети, у них есть свои дети. Не у всех. Как не у всех? Почему это у всех? В одной паре нет своих детей. Не, они есть, но они уже взрослые. Ну, взрослые, я имею в виду, что... Ну, это родители, они понимают то, что дети, то есть это надежные люди. Мы ближе туда уже. Они родители. Ближе уже, когда будем уезжать, будем отвозить детей, посмотрите, у кого мы их оставим. Пускай это немножко, хоть немножко интриги останется. Такой, кто же останется с нашими детьми? Кто же согласился-то на наших детей? Вот. А мы предложили тем парам также заменить их, потому что у них тоже детки, они тоже никуда не ездят отдыхать. Мы говорим, ребят, давайте мы приедем. Если вы захотите куда-то, мы готовы тоже их себе забрать, ваших детей, у вас там пожить, если что. Вот только таким образом приходится обмениваться. Помогая друг другу поддерживать романтик между супругами. И последний момент, я хочу обратить внимание, по поводу ковида. Начнут писать. Ковид? Не боимся ли мы и так далее. Смотрите, мы звонили. Во-первых, мы приверженцы того, что если тебе суждено утонуть, ты никогда не сгоришь. Грубо говоря, да, есть такая пословица. Кому суждено там одно, никогда не умрет. Или там не поколесится другого. Понятно, что сохранность, мудрость, есть пределы границ. Но ковидом можно заболеть где угодно и когда угодно. Вот мы ездим в Иркутск, кто-то чихнул, прошел рядом, кто-то еще что-то. Мы ездим в Ленту, на кружки дети общаются. Да, спорт, спортивный туризм. Заболеть можно везде. На соседнем селе подтвержденные случаи. Так что здесь, что там. Здесь не вопрос. Во-вторых, мы там не будем ходить по каким-то таким тусовкам, где... Ну, аквапарк, ну сколько там человек в аквапарке. Понятно, что туда больных тоже не будут пускать. Там же температуру, наверное, меряют. Ну, то есть тоже какие-то ограничения. Есть свои меры предосторожности. Меры предосторожности. Людей все равно меньше. Мы звонили туда, узнавали, говорю, насколько много людей. Ну, говорят, люди есть не так, как в сезон обычный, потому что все-таки самоизоляция, люди боятся. Но людей достаточно, но это умеренно. Все равно мы большую часть будем где? На улице проводить. Да, где-то в номере у себя. Мы же там по дискотекам не будем ходить, горцевать там в больших, на стадионах где-то и так далее. Поэтому наша позиция, заболеть можно где угодно. Где угодно. Но так иногда хочется просто вырваться. И ждать, пока этот ковид пройдет. Может, еще два года будет эта инфекция ходить. Так что теперь? Сидеть и забиться здесь, и все. И с ума сходить. Тоже мы не за это. Поэтому, конечно, мер предосторожности мы будем принимать, насколько это возможно. Больные туда не поедем, да, если будем где-то кого-то видеть там. Ну, да и люди тоже сейчас не дураки. Если он чувствует, что он больной, куда он поедет? Он сам не поедет никуда. Вот, то есть люди предостерегаются. Поэтому с этим вопросом, ну, вот такая у нас позиция. Я знаю, что половина, кто будет смотреть это видео, согласится с ней. Половина скажет, вы безумцы, вы вообще там экстремалы и так далее. И вообще, как вы туда? Нас тут тоже некоторые люди узнали, что мы летим. И начали нас тут тоже, ааа, как же ковид, а вы что делаете? По-разному люди относятся, каждый имеет право на свое мнение. Поэтому у меня просьба просто относиться с уважением, с пониманием. К нашей позиции. Да, к нашей позиции, так же, как мы относимся к чужой позиции с пониманием. Вот. Все вроде бы рассказали, ничего не забыли. Боря сейчас покупает билеты. Сегодня второе число. Второе число. Ну, так, чтобы когда видео завтра выйдет, когда-то у нас. А может и сегодня выйдет. Не, завтра, наверное, сегодня уже не выйдет. Ну, короче, сегодня второе число, когда снимается это видео. А бронировать мы места будем. Боря поедет завтра в город. Вот третьего тоже будет видео выйдет на канале. Закинет денежку на счет, зарплату получит. И мы уже оплатим тогда за бронируем места. Фух. Вроде бы все сказала. Порадуйтесь, как радуемся мы. Пока-пока. До новых видео. Надеемся, все будет хорошо и все будет прекрасно. Ребят, позволяйте себе отдыхать. Семьи с детками. Позволяйте. Это очень сильно нужно. Все, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова